знаете я сегодня учудила и тряслась и боялась и было такое ощущение какой-то стыдобы и вины и в общем такое ощущение было непонятное в общем рассказываю марсель сегодня попросил меня отвезти его на практику на баке показывала что 25 километров мне еще хватит я быстро выскочила я с собой не взяла не документы у меня был только вот права на машину и все не паспорта не кошелька не денег не телефона у меня с собой ничего не было я так думаю мне этих 25 километров хватит чтобы его отвезти и домой приеду уже возьму то что забыла там деньги карточку и поеду заправлю машину едем значит с марселька на эту практику и я вижу что у нас есть театр и возле этого театра большая авария то есть я понимаю что мне сейчас марсельку отвезти и домой ехать мне в обратную сторону через эту аварию то есть я буду стоять в пробке а там громенная пробка правда авария была очень страшная а ехать вокруг прям вот этого нашего города и через город чтобы заехать вот ко мне это я вообще в общем тогда не доеду ну вот бывает такая ситуация не проглядела в общем чтобы заправить машину отвезла я значит марсельку и подъезжаю к этой пробке и у меня там уже стоит но сколько было 5 что ли километров до стояла уже на 5 километров в общем я в этой пробке стою наверное машина заведенная потому что мы там через каждую секунду трогаемся вот так она медленно и продвигалась эта пробка значит стою уже наверное минут 20-30 бачок у меня уже показывает на нуле я начинаю трястись я понимаю что до конца пробки еще далеко а мне надо и как-то до дома еще попасть потом еще вернуться на заправку какую-то ближайшую и заправить машину я понимаю что я это не смогу потому что у меня скоро закончится бензин машина ехали в две полосы на этой пробке мы как-то трогались и ехали в две полосы в общем я открываю окно стоит возле меня машина я говорю припустите окно я спрошу кое-что а там сидела за рулем женщина сбоку мужчина я говорю у меня на нуле я уже стою тут в этой пробке минут уже наверное 30 ну полчаса как вы думаете насколько мне хватит он как ну где-то примерно еще на минут 15 и все и вы встанете ну все значит еду и еду тут уже конец пробки а у меня еще больше начинает меня колотить и вообще а я в таких ситуациях ну паникерша в общем я господи думаю хоть бы доехать до ближайшей заправки вот которая сейчас будет все я стану и буду как-то думать доехала значит я до заправки а я уже говорила до вначале видео то что меня собой ничего не было ни телефона не паспорта не денег ничего подъезжаю на заправку захожу вовнутрь и объясняю девчонкам такую ситуацию еду домой попала в пробку простояла очень долго бензина было очень мало в этой пробке бензин закончился я теперь боюсь что я до дома не доеду можно на какую-то маленькую сумочку заправиться у вас и дать взамен ничего получить как вот не могу у меня всего лишь только с собой есть водительское удостоверение могу только его дать плевать на все поеду без прав до дома и назад чтобы вот доехать ну и она взяла эта женщина взяла в общем у меня мои мои водительские удостоверения я на 10 ой раз заправилась поехала домой взяла деньги не заходя я уже на заправку опять машину заправила уже полный полный бак захожу а там уже другая женщина ну как бы она уже была в курсе то что кто-то я должен прийти и заплатить сумму вот я заплатила две суммы вот как что заправилась в первый раз и что во второй раз и она дарю и вот мне права вы должны еще отдать она дает права она вообще говорит по идее моя коллега не должна была брать права я не знаю как выйти вышли бы в этой ситуации но права как мы не имеем права брать потому что если сейчас вас остановит полиция то влетит вам то что вы без прав и еще влетит нам то что мы права взяли как бы ну вот как-то так права и я так вообще тогда и получается и я их подставила и сама была чуть не заглохла вообще мне такое было вот в этот вот период когда вот я ехала боялась ощущение было непонятное странное ужасно больше так не знаю делать не буду буду стараться выезжать брать с собой и смотреть на бачок и там не знаю 50 километров надо заправляться вовремя позвонила ромки могут но кто так делает кто так делает тем более ты в дороге телефона нет что случится кому звонить что делать а я так у себя придумала если лежишь в штаб если я в пробке остановлюсь но выйду и подойду к машине там спрошу телефон и чтобы кто-нибудь подъехал их не знаю родители знакомые что привезли солярку в общем ну я вот в общем вот так вот у меня сегодня получилось я говорю и стыдно и а что поделать ну бывает все в жизни бывает есть такие случаи что кончается бензин в дороге на скоростных дорогах там где-то ты едешь едешь и понимаешь что тебе не хватает а что делать и ты станешь и встаешь вот на самую последнюю эту вот шпуру на самую крайнюю линию и на аварийку и ждешь с помощью такое бывает ну бывает и вот у меня такое вот случилось но больше такого никогда не будет буду обязательно смотреть на бак обязательно брать с собой деньги и кошелек и но кошелек там понятно там все лежит в общем как то так у кого такой был случай можете написать тогда я буду себя чувствовать что я такая не одна а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok